Объект практически готов, за исключением каких-то таких, будем говорить, мелких работ. И плюс понятно, что должно быть установлено оборудование, которое положено. Объект готов для того, чтобы его уже передавать в эксплуатацию. Но мы сегодня о чем говорили? Во-первых, я сразу хочу сказать про подрядчика. Потому что мне много приходилось встречаться с подрядчиками по предыдущей деятельности. И понятно, подрядчики все реагируют по-разному. Если ты говоришь, что это чисто визуально, либо чисто с точки зрения человека, который будет этим пользоваться, есть какие-то недостатки, некоторые подрядчики бурно реагируют. Вы не понимаете, это так положено по проекту, это еще что-то. То есть здесь подрядчик, как выяснилось, это не первое его, будем говорить, медицинское учреждение, которое он возводит. Поэтому он реагирует адекватно. Это уже понятно, что он слушает и понимает, и готов исправить. Потому что, ну да, нет в проекте, но при эксплуатации это сразу возникнет проблема. Вот это уже как бы обнадеживает. Плюс мы услышали сегодня от руководителя Крайва УКСа, что гарантийный срок 5 лет, а это очень публичный срок для того, чтобы исправлять по ходу, если будут какие-то нюансы всплывать, недостатки. Ну вот, поэтому вот... И работать они будут с подрядчиком в этом случае? Да, то есть УКС будет продолжиться, то есть с подрядчиком. Но вот подрядчик, это ответственность подрядчика, который здесь будет. Поэтому у меня надежда, что здесь все-таки, вот с учетом того, мы видим эту амбулаторию, конечно, отделение, да, разное, и дневное даже, вот мы стоим, да, но стационар на три-колько места. То есть и мебель будет новая. Ну, то есть буквально мы с вами видели на каждом очень серьезное такое отношение, да, если что должно быть в кабинете, и все это учитывается. И мы говорили сегодня, вплоть до чайника для работы, да, вплоть, мы видели сегодня оборудование уже, которое стоит, это говорит о том, что можно заходить, лицензировать учреждение, начинать работать и начинать работать, принимать пациентов, потому что численно жители всех советов приличные, считаю, по три тысячи, это как раз все учреждение будет, вот как раз для всех жителей оно по объему нормальное. Сейчас главное наполнить его кадрами. Галина Владимировна, кадром еще вернемся, а хотелось все-таки уточнить, вот я видела, вы остановились на крыльце, какие там проблемы, какие замечания, в каком виде, может быть, вы хотите его видеть? Ну, я на крыльце просто, ну, да, все соответствует проекту, ну, где-то как-то, может быть, неаккуратные, там, или там, швы даже сварные чисто, я понимаю, что у человека будет ходить разное, и будут женщины приходить, будут дети, да, это может кто-то случайно зацепиться, либо там, ободрать даже, скажу, обувь, да, либо там еще упасть, это сказано. А потом мы увидели, что там, где идешь, и там непровалено, да, там, как бы, такое чувство, ну, на мой взгляд, обывательским тем, что там есть какое-то проседание вот этого вот, как бы, звезда этой сетки, ну, поэтому все сказали усилят, и поэтому такие моменты, понятно, где-то есть какой-то дефект мелких панелей, либо краски, либо это, но подрядчики у нас сейчас разговаривали, не готовы все исправить. Ну, а что все-таки с кадрами? Понятно, что сегодня кадровый голод испытывают многие территории, тем более сельские, а может быть, какие-то решения сегодня уже рассматриваются в этом смысле? Ну, мы говорим, что у нас, в общем-то, нехватка кадров не только в селе, и в медицинских частности, но и в городе, потому что это обсуждаемо, в общем, я не член комитета по здравоохранению, но я социально-политик, но я хожу на все заседания, потому что эта тема затрагивается там, которая для нас точно так же близка, да, потому что, и говорим о том, что, ну, нехватка кадров, да, она сегодня и на уровне, я имею в виду, высших специалистов, с высшим образованием, я имею в виду, это как терапевтов, узких специалистов особенно, да, и в то же время средний медицинский персонал, это фельдшера, это медсестры, да, потому что сегодня все больше поднимается речь, и такой голос становится более настойчивый, и такой, будем говорить, многоголосный, что нам хотелось бы, чтобы те, кто учатся на бюджете, возвращались и отрабатывали, но сегодня нельзя просто, наверное, заставить специалистов, вот, приедь, надо сегодня думать, как муниципалитетам помогать в приобретении, да, жилья или какие-то программы запускать, создавательные условия какие-то образом, да, не только там, хотя сегодня, да, есть программа, она расширяется, это и земский доктор, и земский фельдшер, но сегодня даже миллион не привлекает, и все, потому что, ну, понимаем, что молодежи, может быть, те, кто заканчивает, хочется чего-то большего, но тем не менее, вот мы сегодня видим, да, поселок Преображенский, амбулатория, прекрасно, новая, светлая, дом культуры, школа, да, комплексное благоустройство, ну, то есть, есть то, что человеку необходимо для жизни, но, наверное, все равно мы должны сохранить силу от этого пересмысления, и человек, когда приезжает, он поживет, он, как правило, находит для себя какие-то точки, которые его потом здесь оставляют, это, возможно, создание семьи, это, возможно, климат приемлемый, это, возможно, спокойный образ жизни, да, без пробок, без такой-то... Работа по душе. Да, ну, то есть, ну, человек, вот, ну, к этому надо вот просто, мы же тоже все свое время заканчивали по распределению, хотелось, не хотелось, приезжал, и потом жизнь тебе по-другому иногда поворачивалась, человек оставался на этом месте. Галина Владимировна, а вот конкретно в этой амбулатории уже понятно, кто будет работать? Ну, у нас ведь есть амбулатория, да, которая существует здесь много лет, понятно, что много лет шел разговор о том, что все ждали ремонта, получили такое, там работает, вот сегодня, мы разговаривали, 11 человек, да, которые сегодня перейдут, ну, то есть, что появляется дополнительное, как бы появляется... Их не хватит, и стоматолог, появляется стационар, и все прочее. Поэтому, ну, специалистов сегодня надо решать на уровне министерства, но и нам, я тоже об этом говорю, и мы сегодня об этом, да, говорили, что нам, наверное, в первую очередь надо вернуть своих детей, да, которые учатся, и высшее учебное заведение, в которое учатся, есть по квотам, но потом пытаются найти какие-то пути, чтобы не думать, ну, где-то вот решать проблему, убеждать, разговаривать. Ну, это работа всех сегодня, наверное, мы будем над этим все вместе работать, тогда будет что-то получаться.